Сегодня поговорим про реабилитацию после перенесённых человеком мозговой травмы. Зачастую это пациенты молодого трудоспособного возраста, ввиду того, что технологии не стоят на месте, и всё больше и больше технических средств, которые могут приводить к травматизму. На стране очень печальная статистика, и, к сожалению, черепно-мозговая травма, она встречается всё чаще у молодых пациентов. Травма такая, она очень значимо нарушает качество жизни, ворвает людей из социума и негативно влияет не только на самого пациента, но и на всех окружающих его людей, включая семью, друзей, образ жизни. Реабилитацию таких пациентов мы начинаем непосредственно с первых дней их поступления в стационар, ещё в отделении реанимации, где мы активно применяем различные механо-терапевтические медды, как то пассивная вертикализация или различные циклические кардиотренажёры, либо тренажёры для разработки суставов конечества. Также индивидуальная работа с инструктором начинается с первых дней, которая, по сути, является важнейшей в плане восстановления пациента у кровати пациента. Далее по стабилизации состояния и переводу пациента в отделение стационара наращиваем темпы реабилитации, подключаем более сложные механо-терапевтические методики, по показаниям добавляем психолога или логопеда. В зависимости от того, какие есть клинические проявления, выстраиваем индивидуальную программу реабилитации, составив мультидисциплинарной бригады. Мы стараемся подключать психолога в работу с семьёй пациента, так как это очень важный мотивационный фактор, который позволит нам в кратчайшие сроки пациента вернуть в социум. По сути, после перенесённой черепной мозговой травмы у нас есть примерно полгода для того, чтобы максимально достигнуть полного восстановления пациента. Все эти полгода мы должны активно заниматься пациентом до полного регресса неврологического дефицита. Продолжение следует...